Сегодня у нас 24 июля. Время бежит незаметно. Вроде бы начинали лето недавно, уже прошли середину. Ну и как-то когда было у нас каждую неделю, то кажется, встречались немножко чаще. Событий как бы чуть больше, а тут получается встречаемся два раза в месяц. И вроде недавно, как-то время бежит немножко быстрее. Ну и давайте тогда еще раз быстренько по слайдам. Зовут меня Алексей Новомович, инженер-программист в образовании. С 2014 года занимаюсь продвижением технологий, технологий Юницкого. Ну и в частности поговорим про проблемы в транспорте. В транспорте проблем накопилось очень много. Многие из них тянутся еще из предыдущего столетия. Вот это пробки, это аварии, гибель людей. То же самое ситуация и как в грузоперевозках, так и в пассажироперевозках. То есть это проблема, она уже насущная. Вот и с ней что-либо сделать сложно. Ну и вот так, проблемы, они также встречаются и как природный фактор, так и сам человеческий фактор. Ну и в общем-то этих проблем достаточно много, картинки достаточно говорящие. Ну и чтобы построить, ну помимо того, что есть уже проблемы в эксплуатации, есть проблемы еще и в строительстве дорог, то есть это и долго, и дорого, и такое довольно затратное мероприятие. Ну и мы все это знаем, в принципе, ездим, пользуемся дорогами. Почему-то у меня вот этот слайд, видна картинка или нет вот на этом слайде? Скажите, пожалуйста. У меня тоже почему-то белый фон, видна. У меня почему-то белый. Ну сейчас видна, а вот тут, видимо, тут не видно. Ну в общем, транспортный проблем хватает. Есть разные решения, какие-то более-менее подходящие. Где-то вот, допустим, решают какие-то проблемы с переправами через реки, допустим, канатной дороги, где-то там фуникулер, где-то там еще какие-то решения. Но в целом это все-таки полумеры. Вот и в итоге как бы все равно транспортная сфера нуждается в доработке. Ну и в общем-то, если есть проблема, то есть, естественно, и решение. Вот это решение мы уже знаем. Мы это решение на протяжении уже последних почти 9 лет внедряем. Вот это целая новая отрасль. Вот это струнная транспортная система USKY. Ну и уже на текущий момент уже достигнуты довольно хорошие результаты. Ну и почему струнный? Опять же, картиночка довольно говорящая. Струнный рельс. Вот он у нас представлен. То есть внутри находится струна, которая, в общем-то, позволяет делать вот такие длинные, красивые, легкие ажурные пролеты. Ну и, в общем-то, позволяет нам... Опять у меня белый фон. Что-то сегодня с картинками не идет у нас. Так. Так. Опять... А, вот. Ну вот здесь у меня... Будем чередовать. То есть где-то белый фон, где-то картиночка встречается. Картинка есть. Так. Уже убежала куда-то. Давайте тогда еще раз про... Да. Идеально ровная дорога. Ну, понятно, что, в принципе, надземные дороги имеют ряд преимуществ по сравнению с наземными. Ну, это, понятное дело, нет необходимости засыпать рвы, копать, там какие-то горы срезать. И так далее. То есть довольно ровная трасса получается над землей. Вот. Ажурная, легкая. И, в принципе, вариантов может быть много. С провисами, без провисов, фирменные. Вот. Ну и, в общем-то, вот уже пример готовой станции с такой вот двухъярусной трассы, где снизу может двигаться пассажирский транспорт городской. Вот сверху высокоскоростной. В общем-то, решение уже проверено. Вот. Картиночки из-за континопарка абсолютно реальные. Вот. Уже много раз мы, и, кстати говоря, неделю назад тоже мы там были. Вот. Может кто-то захочет поделиться фотографиями. В принципе, в конце можно попробовать поделиться. Вот. Ну и автором струнного транспорта является Анатолий Дардачуницкий, который всю жизнь посвятил транспорту. Вот. Ну и, в общем-то, огромное количество экспериментов, опытов, написано книг, ошибок, неудач, там, прочего и прочего. Все это пройдено, все это уже позади. То есть обоснована целая научная школа. То есть проведено огромное количество экспериментов, в том числе продувки в вакуумной трубе. Вот. Ну и вот, допустим, тоже про тот же коэффициент аэродинамического сопротивления. Я думаю, ну мы с Олегом точно слышали в прошлый раз. Может быть Марина тоже, когда присутствовала на вот этой на экскурсии неделю назад, тоже, наверное, Анатолий Дардач рассказывал про коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть это одна из, наверное, фундаментальных частей. Вот. То есть почему достигается такая эффективность. То есть очень много как раз-таки за счет 2,5 часа. О, видите, 2,5 часа. Ну у нас было немножко дольше. Точнее, короче. У нас детки, вот детки сидели сложновато. Вот. У меня сын 6 лет. Ну как бы тяжело ему заходила физика. Вот. Ну и в общем-то Анатолий Дардач у нас немножко по сокращенной программе. Не 2,5 часа, да. Но минут 30 мы послушали. Вот. Ну и в том числе вот он про аэродинамику, конечно же, затронул. Поэтому. Так. Ну и мотор-колесо у нас находится, идет красавчик. По струнному рельсу. Да. Есть сбоку противосходная система. Раньше думали, упадет, не упадет. Ну ничего не падает. Все держится. Есть специальные поддерживающие ролики. Вот здесь у меня картиночка снова отсутствует. Вот. Ну так что пропускаем. Не будем задерживаться. Движемся вперед. Так. Есть ли у вас картинка? Что-то сегодня. Так. Да. Ну вот. Здесь мы видим контейнерные перевозки. Есть много вариантов подвижного транспорта и подвижного состава. Вот. Есть пассажирские, есть контейнерные, грузовые. То есть вариантов, в принципе, много. Они уже все испытываются. Готовы, в принципе, к внедрению. Вот. Ну и вот тоже хорошая картиночка, где мы видим как раз-таки надземный. Такой вот даже, как можно сказать, город надземный. То есть транспорт второго уровня. То есть люди, животные и могут ходить по земле. Вот. Анатолий даже еще обозначал внимание, что можно выращивать травы прямо под трассой здесь. Причем целебные травы. Вот. Ну а сам транспорт находится на втором уровне. Никому не мешает. Вот. Спокойно передвигается. Вот. Бесшумно. На втором уровне. Так. Опять картинки нету. Какой-то сегодня у нас непорядок. Дальше. Большое количество у нас патентов, дипломов за эти 40 лет. Все это можно посмотреть в офисе, на сайте. То есть это дипломы, патенты, награды и многое другое. Ну и так же пишется и дипломные работы. Кстати, в прошлый раз мы обсуждали то, что проводится конкурс дипломных работ. Вот. Поэтому если есть у кого-то там будущие выпускники, там внуки, дети, то можно приглашать сюда и записывать, писать диссертации, матерские работы, выпускные работы. Ну и с возможностью дальнейшего трудоустройства. Ну и само заво струнной технологии год назад получил статус научной организации. То есть не только производственная, но и также это еще и научная организация. Ну и в общем-то это одна из немногих коммерческих организаций, которые имеют статус научный. Так что тоже такой заслуга компании. В Минске целое здание в собственности на железнодорожной 33. Также помимо того, что компания занимается разработкой транспорта, есть у нее и также эти статы на право выполнения функций генерального проектировщика. То есть это проектные работы, то есть несколько архитектурные работы проводятся и так далее, и так далее. Ну и компания ведет довольно прозрачную деятельность, то есть выкладывается и баланс бухгалтерский, проводятся ежегодные аудиты. То есть все это тоже можно посмотреть в интернете и оценить эффективность работы, объем работ, количество сотрудников, количество выплаченных налогов. То есть все это можно посмотреть в данном отчете. Ну и вот вы видите на картиночке здания было на Чеботарева, которое сейчас дается в аренду. Это здание на железнодорожной 33, которое непосредственно сейчас находится весь инженерный состав. Вот, кстати говоря, мы тут были тоже где-то сколько, ну недели полторы назад тоже с Олегом здесь были. Вот есть тут хорошее кафе, он там внизу, можно покушать, зайти всегда. Ну а кто желает пересечься с инженерным составом, то во время обеда можно много кого интересного увидеть. Вот такой маленький лайфхак. Так, здесь у нас находится производственная сборка, в общем-то, производство руки предприятия. То есть там на железнодорожной это голова предприятия, здесь у нас находятся руки, которые, в общем-то, и собирают подвижные составы. И потом вот здесь вот на ВЭК-технопарке, в Марьиной Горке, все происходит испытание. Вот, ну и в 19-м году, когда, так, ну испытание происходит постоянно, то есть вот пять трасс уже готовы, еще шестая, седьмая, они в процессе строительства. Вот, ну и в 19-м году, когда был показан транспорт, заинтересовались проектом Объединенные Арабские Эмираты. Ну и, в общем-то, фокус последние четыре года идет именно там, то есть внедрение строительства ЭК-технопарка именно на территории Арабских Эмиратов. То есть такой некий центр на Востоке, вот, который будет охватывать и Африку, и Middle East, и вот, и так далее, вот, и Индию. То есть, в общем-то, тот регион, в общем-то, сейчас такой центр и деловой, и финансовый, и туризма, ну и, в общем-то, тоже выполняет свою определенную роль. Ну и вот в 21-м году было огромное количество репортажей по всем каналам. Вот, приезжали потом, потом это все репортажи переросли в выставку дубайскую, посвященную 50-летию. Вот, ну, здесь мы видим, вот, гости из Африки приезжали, были гости из Европы, были гости из Австралии, Канады, Великобритании, Индии. То есть это, ну, целое, целое были, больше 100 делегаций, причем правительственных, посетило за 21-й год наш центр в Дубае. Ну, естественно, такого никогда бы не случилось в Минске, вот, потому как здесь немножко другая, другая аудитория, другой рынок. Вот, ну, это получилось сделать именно в Дубае. Ну, и вот тоже здесь, вот, юнибайк в Берлине был выставлен, то есть выставлен уже он не нашими специалистами, а специалистами из Министерства транспорта Дубая. Вот, тоже такой немаловажный факт. Ну, и тоже, конечно же, огромное количество и видеорепортажей, аудиорепортажей, то есть все это очень хорошо освещается, вот, проходят выставки. Вот, тоже очень говорящая картиночка, мы видим здесь, снизу, слева пробки, то есть, как говорится, что вы знаете о пробках? Вот, ну, вот здесь вот, в общем-то, можно, то, чего, естественно, не встретишь у нас, допустим, Беларуси, но вот в Индонезии такое возможно. То есть пробка из мотоциклистов, то есть, казалось бы, невозможное возможно. Вот, ну, и вот, также в Шарже проводятся инвестиционные форумы, всевозможные выставки, всевозможные разные мероприятия, то есть, высокого, очень высокого уровня. Приезжают наши партнеры, приезжают гости, ну, и, в общем-то, все это продолжается довольно долгое время, то есть, параллельно ведется разработка транспортных решений. Вот, параллельно происходит строительство, параллельно происходят всевозможные встречи, выставки, параллельно происходит разработка адресных проектов, то есть, сейчас здесь вот предлагается первый адресный проект непосредственно в Шарже. Все это происходит параллельно, и вот мы наблюдаем, и много картинок в принципе нарисовано, то есть много концептов сделано, то есть как станции могут выглядеть в городе, как станции могут выглядеть за городом, и дальше уже заказчик в принципе для себя выбирает нужный вариант, в частности вот эта концепция линейных либо шахматных городов, то есть очень такая интересная вещь. И вот кстати говоря, появилась на прошлой неделе была статья, там Vision, видение на 2051 год, ну и вот в общем-то эта картиночка, ну она прям оттуда, из будущего, и то как могут выглядеть города, ближайшие там 1, 2, 3, 5 десятилетий вперед, так что вот такой вот концепт. Ну и двигаясь дальше, ну помимо линейных городов также есть как система кластерных поселений, то есть это вот такой новый прообраз новых городов будущего, то есть это микрогорода, где вокруг такой вот башни доминанты, ну выстраивается целое поселение, то есть это могут быть, ну как микрорайоны, то есть мы привыкли к одному формату микрорайонов, то есть в городах, то есть здесь немножко другой микрорайон, то есть который завязан именно на транспортную сферу, то есть ну здесь немножко все по-другому. Так, ну и двигаясь дальше, то есть в принципе потенциал строительства дорог он большой, то есть проблема, вот если как Анатолий Дарькович любит говорить, возьмешь глобус, покрутишь его пальцем, ткнешь в любое место и там естественно есть проблемы в транспорте, так что потенциал строительства очень широкий, применяться может в любой точке мира, что в Африке, что в Азии, что на севере, на Северном полюсе, в Антарктиде, где угодно, то есть можно применять транспортное решение. Вот, ну и переходя уже к текущему дню, то есть мы сегодня находимся на 15 этапе, 15 этап развития технологий, всего их 15, мы как раз уже находимся на завершающем этапе. Вот, ну и цель, наша основная цель, это достроить как раз-таки 20 километров высоко скоростной трассы, достроить центр в Дубае, вот, и начинать уже запуск адресных проектов. Ну и по радости, на первый адресный проект как раз-таки сегодня тоже поговорим. Вот, ну и вот есть в итоге у нас инженеры, инженеры, люди, которые непосредственно занимаются строительством новой транспортной технологии, а есть люди, которые финансируют, поддерживают этот проект финансово, вот, и в общем-то тем самым проект имеет возможность развиваться. Ну, это уже происходит на протяжении 9 лет, вот, и в принципе уже мы видели из последнего аудита, что предприятие, которое находится в Минске, уже вышло на самоокупаемость, то есть в принципе оно уже само себя финансирует, вот, ну и соответственно сейчас поддержка идет уже на развитие проектов Дубая, ну, то есть на развитие перспективных других новых направлений, вот, ну и видим, что в кабинетах у нас есть пакеты, пакеты в рассрочку, пакеты разовые, пакеты, в общем-то для тех людей, которым понравилась эта идея и которые готовы ее поддержать. Вот, ну и в общем-то взамен компания предоставляет некую долю, эта доля фиксируется в реестре, и в общем-то в дальнейшем, как квартиры, как машины, как любой недвижимостью, как любой собственностью может данный человек ею распоряжаться. Ну и в общем-то в случае успешного внедрения проекта человек может рассчитывать на какую-то прибыль. В общем-то все это можно посмотреть в своих личных кабинетах, вот это так вкратце по проекту, то есть по основным моментам. Вот, ну а сейчас перейдем мы к новостям. Надеюсь уже загрузилась моя там часть с новостями, вот в корректном виде, вот мы посмотрим как раз таки, что у нас там по новостям за последние две недели. Так, ну и самое, пожалуй, наверное, интересное, вот как раз таки наш акварель, вот, и UST представил первый транспортно-инфраструктурный комплекс для коммерческой эксплуатации. Ну, до этого мы говорили немножко про теорию, ну, как теории, практика, как раз таки внедрение этой теории в опытных образцах, то есть в тех трассах, которые сделаны именно для демонстрации, а это уже трасса, которая сделана для конкретного ее использования. Сделана она у нас тоже в Мариной Горке, в центре акварель. Вот, ну и вот мы читаем здесь новость, что международная инженеринговая компания Unitsky Student Technologies подошла к финальному этапу реализации первого проекта для коммерческого применения на территории экопарка Акварель. Вот, уже построен комплекс Unilight, вот, на данном этапе он введен в эксплуатацию как грузовая транспортная система. Ну, и мы, вот, кто был в Мариной Горке, видели, да, что он вроде катается пустой, ездил, ну, там где-то, возможно, лежали какие-то грузы, вот, ну, и, в общем-то, как грузовая он уже может вполне эксплуатироваться. Ну, а здесь на картиночке мы видим, что здесь уже есть какие-то люди, вот, ну, люди с рациями, то есть, ну, возможно, это как раз какие-то тестировщики, которые, ну, испытывают, то есть, ну, это не живые пассажиры, а персонал, который, по идее, наверное, занимается испытанием. Вот, назначение технической особенности. Компактное и экономичное транспортное инфраструктурное решение UST обеспечивает выполнение общественно-хозяйственных задач экопарка, перевозку посетителей, сотрудников, а также грузов загородного комплекса по территории площадью 168 гектар, их доставку к рекоррекционным зонам, берегам озер, зоопарку и другим объектам. В начальном этапе подвижной состав будет обеспечивать перевозку грузов, в последующем планируется изменение назначения комплекса с грузового на грузопассажирское с обоснованием безопасности и получением соответствующих разрешительных документов. То есть, ну, в общем-то, то есть на грузопассажирские, на грузовые уже можно использовать, сейчас будет использоваться оно уже, ну, в дальнейшем, чуть позже, как пассажирское. Вот транспортный инфраструктурный комплекс с протяженностью 1120 метров состоит из двух станций, гибкой рельсо-струнной путевой структуры, четырех промежуточных опор, одна из них поворотная, автоматизированная система управления подвижного состава Unimobile Unilight, именно ему комплекс обязан своим названием. Беспилотный электромобиль на комбинированных колесах может двигаться по рельсо-струнной стаказе на 10 метров со скоростью до 80 км в час. Ну, в принципе, 80 км в час там это слишком много для столь небольшого участка, всего лишь 1120 метров, но, тем не менее, до 80 км в час может двигаться. Unimobile рассчитан на перевозку 6 человек или транспортировку 850 кг грузов, ну, то есть он до тонны, может, на себя такой маленький может брать. Производительность подобного комплекса при увеличении количества Unimobile может достигать 10 тысяч пассажиров или 1000 тонн грузов в сутки. То есть 10 тысяч пассажиров в сутки, ну, это прям такой уже серьезный пассажиропоток. Так, подвижной состав и рельсо-струнная стаказа требуют минимальных расходов на реализацию, как и прочие решения UST, при равной производительности комплекс существенно превосходит по технико-экономическим показателям каната. Унилайт может применяться для грузовых пассажирских перевозок в различных обстоятельствах в регионах со сложным рельефом местности, водными преградами, горными ущелями и другими естественными препятствиями с пролетами длиной до 1 км и более. Несколько раз таки на картиночке у нас представлена поворотная опора. Вот ее долго делали, то есть кто нас посещает, Марин Горок наблюдал, то есть она ее переделывали, немножко доделывали. Вот, возможно, там рассчитывали какие-то нагрузки дополнительные. Ну, вот такая вот поворотная опора уже сейчас функционирует. Вот в районах, так, можно использовать на закрытых территориях курортных зон, исторических объектов, оздоровительных комплексов, где ограничено движение наземного транспорта. Доставки пассажиров на железнодорожные станции в порты, аэропорты на последней миле. Ну, и вот тоже комментарий Косаревой, Надежды Геннадьевны. Запуск проекта, определяющий события в истории UST. Впервые комплекс реализован не для испытательно-демонстрационных целей, а для применения в коммерческой сфере. Отметила генеральный директор Unitsky Student Technologies Надежда Косарева. Этот проект позволил нам получить опыт прохождения полного цикла реализации комплекса UST для коммерческого использования, от проектирования до ввода в эксплуатацию. Так что вот такой вот важный, маленький, но важный для UST проект. Преимущество. Это самый недорогой вариант комплекса UST был построен всего за полгода. При его возведении применялся безземельный монтаж с локальными подходами земли около анкерных и промежуточных опор. Такой метод строительства экономичен, так и не требует проведения масштабных замененных работ. Помимо этого, комплекс имеет ряд конкурентных преимуществ. Экологичность. Легкие ажурные опоры удалены друг от друга на 250 метров, а станции расположены по краям трассы. При общей площади участка комплекса 0,5 Га на опоры и станции, под которой отчердается земля, ушло менее 0,1 гектара. То есть это примерно одна. Ну то есть прям очень мало. Таким образом, лесострудная эстакада не нарушает естественный рельеф местности, сохраняет ландшафт, плодородную почву, а также биоразнообразие прилегающей территории. Вот мы видим очень красивые кадры. Как раз таки можно подъехать, посмотреть с разных ракурсов. Вот мы эти картиночки все здесь наблюдаем. Экономичность. Комплекс характеризуется низкой себестоимостью строительства благодаря незначительному количеству дорогостоящих компонентов в структуре, а также низкими операционными затратами вследствие небольшого расхода электроэнергии, например, на скорости 50 км в час. 4 кВт часа на 100 км или условного топлива 1,1 литра на 100 км. Ну в общем-то какой автомобиль, который может вести 6 человек, может расходовать 1 литр на 100 км? То есть не каждый. Безопасность. Трасы располагаются над землей на втором уровне, поэтому риск столкновения с посторонними объектами сведен к минимуму. Работу Юнилайта контролирует комплекс систем безопасности и автоматизированная система управления. К тому же ситуацию отслеживает диспетчер. Так что вот такая вот статья. Кто же у нас... Так, кто у нас тут есть? Таисия, Марина, Татьяна, Ольга. В общем-то можно приезжать в Марину Горку, уже смотреть все это вживую. Тут есть на что посмотреть. Вот мы когда были неделю назад, ну в общем-то порадовались в очередной раз. И сходили там и в зоопарк, и погуляли просто в парке, и посмотрели здания инновационные. Кто-то, в частности Марина, дошла аж до зоопарка на другом конце озера. То есть это прям не близкий путь. Ну и в общем-то туда зайти-то можно, назад вернуться уже сложнее. И как раз таки вот этот Юнилайт и будет в дальнейшем помогать вернуться туристам в точку старта. То есть это уже будет такое воздушное такси. Ну и к другим новостям, если перейти, так же у нас, вот как раз таки в центре, в Эмиратах, представители Уганды посетили центр Юскай. Ну и в общем-то тут, как обычно, экскурсия прошла по всем самым знаковым местам. То есть это и станция, это и вот мы видим здесь уже, снизу на картиночке, уже трасса для контейнерных перевозок. Вот она тяжелая, уже почти готова. Вот зашли в центр, так скажем, центр управления, вот тоже посетили. То есть в общем-то, ну такая классическая визит, вот презентация с обменом контактами. Вот, ну и в общем-то в Уганде тоже есть, есть где применять. То есть в общем-то стоимость невысокая, ну и в общем-то то, что как раз таки подходит для многих стран мира. Вот, ну и также помимо всего прочего прошло еще одно успешное испытание элементов четвертой трассы. Вот мы видим, что казалось бы болт там или казалось бы какие-то соединения, а тоже все это необходимо сертифицировать. Продукция должна быть качественная, должна выдерживать нагрузки высокие. Ну и в общем-то тоже казалось бы даже вот таким вещам, как болты. Вот нужно все сертифицировать, подбирать, подходить очень-очень качественно. Вот, ну и чтобы болты эти не подвели. Вот, ну и тоже вот есть как раз таки, проводятся испытания в лабораториях, сертифицированных лабораториях. Ну и в общем-то вот такой тоже интересный момент. Вот дальше у нас портал МИР-2051 опубликовал репортаж об испытательно-демонстрационном центре Мариной Горке. Вот, и ну в общем-то очень хорошая такая статья, кому интересно можно посмотреть. Там много интересных, занимательных картинок. Вот, ну и автор материала рассказывает об объектах, размещенных на территории центра. Вот, в Экатинопарке построено 5 транспортно-инфраструктурных комплексов различного типа. Испытано 12 принципиально разных моделей и мобилей. Все модели изготовлены компанией на собственном производстве, имеют разную скорость, ну и так далее, и так далее. То есть в принципе хорошая статья, можно тоже почитать. МИР-2051. Так, дальше. И решение UST у нас на транспортном форуме в Новосибирске. Тоже представили. Технология UST была представлена на 10-м международном сибирском транспортном форуме. Если помним, две недели назад, когда мы рассматривали, был у нас форум, посвященный горнодобывающей промышленности. Вот здесь уже у нас сибирский форум современной транспортной инфраструктуры. Рассказали о пассажирских грузовых комплексах, применении для решения транспортных проблем сибирских городов. Представитель компании принял участие в выставке и деловой программе. В рамках выставки была организована большая деловая программа, в которой приняли участие помощник президента и министр транспорта России, губернатор Новосибирской области и представитель транспортной отрасли, производители разных видов транспорта, крупной логистической компании. По приглашению мэрии Новосибирской делегаты, ЮСТ стали участниками конференции «Мультимодальные, региональные и агломерационные перевозки. Опыт регионов», где представили решение ЮСТ для городов и региональных перевозок. Также они выпустили на панели дискуссии, выступили интеллектуальные транспортные системы, драйвер развития регионов России. Ну, в общем-то, тоже хорошая конференция для, как называется, актуализации информации для развития технологий по России. Ну и дальше у нас информация для партнеров. То есть запускаются, как такие помощники, то есть для русскоязычных партнеров запускается чат-бот SVC Assistant в Telegram. Ну, в общем-то, в этом SVC Assistant можно узнать там и о компании какую-то информацию, и обратиться в техническую поддержку, и задать интересующий вопрос. Можно заказать звонок менеджера, оставить контактные данные. То есть, ну, в общем-то, с чат-ботом можно в кратчайшие сроки получать обратную связь на любую свою заявку. Вот такой вот бот 24 на 7. Так что тоже можно его для партнеров использовать. Ну, и также обновлен имиджер регламент. То есть, в общем-то, тот самый регламент, который определяет, как необходимо подавать информацию для партнеров, ну, в том числе, допустим, использование логотипов. То есть сегодняшняя презентация, может быть, немножко такая получилась чуть-чуть скомканная. Вот, пришлось кое-где поменять вот эти логотипы, то есть, чтобы все соответствовало другому имиджевому регламенту. Ну, так что, в принципе, тоже в соцсетях, когда партнеры наши работают, то надо желательно тоже эти регламенты соблюдать. Вот, ну, и также есть у нас новая, такой как бы промоушен, ну, скажем так, то есть это или промоушен-игра, можно даже сказать. То есть, есть для наших партнеров, для наших инвесторов специальное приложение, да, в телефоне, вот, которое, в общем-то, дает повышенный дисконт. Вот, ну, и, в общем-то, тут есть, ну, само по себе приложение может давать дисконт, это раз. А второе еще есть такая игра, то есть, где каждую неделю выполняешь некоторые задания, вот, ну, и, в общем-то, за выполнение заданий можно, можно получать определенные плюшки, вот, определенные бонусы, то есть это и денежные бонусы, и кэшбэки, вот, и повышенные дисконты, то есть, ну, в общем-то, такая вот активность, вот, в принципе, для разнообразить работу наших партнеров, вот. Вот, ну, и получается, что пока эти задания выполняешь, ну, как бы немножко тоже узнаешь про технологию, ну, и, в общем-то, уже такое получается, как обучение в такой вот игровой форме, поэтому тоже можно для себя использовать. Вот, ну, да, Марина написала, что используем, так что, да, Марина, впереди у нас планеты всей, как всегда, наверное, да, Марина. Вот, ну, в принципе, по новостям, ну, на сегодня все, поэтому, Олег, Марина, вот, если есть что сказать, выходите в эфир. Я уже здесь, ты сказал, что я в связи планеты, вот я и в связи. В связи, да, Олег тоже, где ты? Заходи, или по очереди. Давайте я в этот раз послушаю вас, мне интересно, Марина услышите, людям, наверное. А, ну, давайте. Да, да, хорошо. Да, я хочу сказать, огромную благодарность хочу выразить компании вот за эту последнюю, последний промоушен, да, вот про мобильную версию. Мобильная версия, конечно, она еще не доработана, она не очень удобная, но мы используем именно вот этот повышенный дисконт. И чтобы получить, пусть пакетики не такие большие, но лично в моей группе уже несколько человек уже воспользовались, купили. Кто-то купил уже два пакета, кто-то первый, второй и так далее. То есть очень зашла эта версия, и поэтому надо смелее говорить людям про вот эти возможности. Потому что ты вот сейчас много чего рассказал, да, все по регламенту, все правильно, все хорошо, но когда ты понимаешь, что... Вы знаете, что я хочу поделиться мнением, что вот я попала на вечернюю вот эту два с половиной часа лекции Юницкого, и там была в основном люди молодые, да, которые отдыхали. Вы знаете, что меня поразило? Что у них столько было... Ну вот глаза горели, вопросы какие-то там задавали, и вспомнили и арабов там, и что, чего, и как, и так далее. Но никто слова не сказал, что можно инвестировать. Я уже, когда все закончилось, я говорю, ребят, ну вы такие классные вопросы задаете, а про инвестирование вы хоть что-то знаете? И они так это самое, а что, а как? И я что поняла, что наша молодежь не знает про то, что можно инвестировать вот в этот проект. Поэтому мы должны не к людям не к моего возраста обращаться, да, а именно к людям молодым. А вот что интересно, Марина, на детской группе как раз-таки про инвестирование говорили. Да? Да, именно у детишек, да. Ну, Анатолий даже сказал, что я ничего не продаю, это вопросы к фондам. Вот, ну и там даже вот Олег кое-кого взял, обменялся контактами, то есть вот такой вот у детей речь зашла. Понятно, нет, там не говорили, там просто он говорил, что это построено все на средства людей. Но то, что, пожалуйста, узнайте, как инвестировать, не было ни слова не сказано. Но давайте это не Юницкий должен делать, это мы должны делать. И поэтому я призываю всех, и самое главное, что есть эта возможность еще войти вот в этот дисконт, один к семидесяти, да, сперва дается один, второй, третий, да. И поэтому надо людям помочь, потому что, и вы знаете, что меня еще поразило? Что все, что построено в Арабских Эмиратах, это построено на наши деньги. Да. А про это все молчат. И когда Анатолий Эдуардович это сказал, что, извините, они не вложили ни копейки, это вообще, это уму непостижимо. Они предоставили землю, то есть, ну, как бы, бесплатно. Это тоже большой, так скажем, с их стороны вклад. Вот они обеспечили крыло, под крылом вот этого инновационного центра, такой, как бы, ну, защиту. То есть, они обеспечили выход на высших лиц, это тоже немаловажно, на рынок, на хороший выход. То есть, ну, здесь, как бы, они много чего дали, на самом деле. Вот, но то, что уже непосредственно строили мы за счет народных денег, ну, да, получается так. Возможно, если бы они помогали бы финансово, то есть еще и финансово, то возможно, что для простых людей были бы, может быть, не такие интересные условия. Возможно, просто выкупили бы все, допустим, простых людей, ну, и досталось бы какому-то одному. Я уверен, что там денег много в том регионе, и что вопросы сто процентов поступали Анатолию Дарвичу. Вот, просто что, возможно, что он на эти условия не пошел. Вот, ну, и взял, в принципе, то, что дают, вот, бесплатно. Нет, деньги ему точно не предлагали. И вы знаете, что радует то, что к нему в КБ обратились россияне, и они выполняли очень серьезные заказы. А, и мне по секрету сказал, что вот мы когда были, что, говорит, мы вчера подписали еще один контракт. Я говорю, хорошо. Он говорит, потом узнаете. Ну, в общем, и у меня тоже есть вот такая теперь книга. О, угу. Да. Марине из Бобруйска. Это, наверное, вам за лучший вопрос, да, или за активную часть? Нет, 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 нет. Мы их покупали. Но подписал Анатолий Эдуардович, а я все книги, я ему всегда говорю, Марине из Бобруйска. И он мне все книги подписывает, Марине из Бобруйска. Он уже знает, как подписывать, наверное, да? Уже запомнил. Вот. Вот. Поэтому, конечно, это было, знаете, как бальзам на душу встретиться с человеком, с которым столько, ну, уже давно не виделись. Да. Поэтому это здорово. И я просто хочу сейчас вести в своей группе вот такие встречи, потому что регламент, я понимаю, он хорошо, но у людей есть другие вопросы, да? Что, как и почему. Поэтому я готова помогать всем, и меня очень радуют мои партнеры, которые меня теребят. Говорят, вот буквально вот тоже час назад была девушка, она тоже оформила пакет, и уже там у нее еще, говорит, два человека надо зарегистрировать. Ну, так что мы не считаем. Ну, последний, да, последний вагон, то есть, в общем-то, 15 этап. То есть, мы уже как бы, для кого-то это привычное такое, мы уже привыкли там с годами, вот так, кто-то вообще даже не знает. Вот вы говорите, группа пришла, все без понятия, ну, может, что-то где-то слышали, а чтобы за ручку кто-то взял, провел и показал, как это делать. Ну, тут, да, объяснил. Это нужен нормальный, хороший партнер, активный, вот, который... Ну, я думаю, ты же у нас активный, хороший партнер. Не, хороший, да. Вы еще лучше, наверное, вот, еще активнее. Не надо на меня спихивать, я знаю своих людей. Ну, я к тому, что, да, как бы работу партнера обесценивать тоже не надо. То есть, это такой, донести правильно, объяснить это, ну, такое... Да, и у меня такая рекомендация, может быть, мы сделаем потом, вот, может быть, уже к концу августа сделаем еще одну такую поездку. Давайте объединим Минчан, там, еще какие-то регионы подтянем. Потому что звонило мне огромное количество людей, которые хотели бы съездить в Экотехнопарк. Ну, конечно, здесь была встреча с Анатолием Эдуардовичем, это, конечно, был подарок с небес. Но даже если без такой встречи, просто чтобы люди, как вам сказать, может, поездка это одно, а вот просто чтобы пообщаться, да, походить вместе, ну, вот эти взаимные, вот эти впечатления, они людям дают глоток. Потому что вот у меня эта девочка, которая со мной была, конечно, все, она встрепенулась, она первый раз видела Анатолия Эдуардовича, и все это вот она слушала там с таким трепетом это все. Поэтому вот это помогает, конечно. Ну, Татьяна написала, что хотим ехать. Смотрите, ну, в принципе, ехать можно туда хоть каждую неделю, там же есть все условия. Это же не то, что раньше там танковый полигон, ты не знаешь, как пройти. А сейчас же все условия есть. На маршрутке доехал, ну, если группа собирается, там, ну, машина, маршрутка, там можно перекусить, это в этом, в порта, накрасивыми видами, вот и погулять можно. Ну, в принципе, как досуг, тем более лето. Ну, можно хоть каждую неделю, да, если собираются люди. Нет, я имею в виду, что это должна быть тематическая такая встреча. Я имею в виду, что мы собрались именно для новых людей показать эко-технопарк, пусть это даже через забор, да, но сказать, что вот оно, одно второе, да, и что они чуть ли не под одним куполом. То есть вот это надо все организовывать, и, да, надо молодежь подталкивать к этому, что да, инвестируйте, да, помогайте. Ну, то есть, понимаете, Алексей, что я пока, я вот, когда сейчас сыпятся со всех сторон разные предложения, и там это и Дуянов этот и так далее, и меня спрашивают, а почему ты туда не хочешь? Я говорю, ребят, но он даже рядом не стоял этот, извините, на Д. Это одно колесо, то есть Дуянов это одно колесо, то, что у нас одна допчасть, можно сказать. Я говорю, он даже не завоюет даже 0,1% рынка, этот Дуянов, и почему я должна в мелочь вкладывать свои деньги? Да я лучше еще один пакет возьму здесь и проинвестирую, и хоть что-то, какая-то капля, вон, те же самые шурупы эти купить. Кстати, Марина, по регламенту слово инвестировать запрещено, можно говорить только поддерживать. А, поддерживать, да, я лучше поддерживаю, все верно, извините, вы меня останавливаете, потому что у меня всегда это самое, ну, инвестировать свои мозги лучше, конечно. Поддерживать свои мозги, да. Поэтому я очень рада, что мы встретились. Микрофон, микрофон. Вот, я очень счастлива, что я увидела Олега, надо было его за уши по уши. Олег, твой выход. По телевизору, да, так что выходите, пожалуйста. Я тогда отключусь. Не, Марин, вы зря выходите, вы скажите еще, я вас просто приглашаю в следующий раз, тоже вот так вот, мы с Алексеем же заканчиваем, да, я вас тоже приглашаю, поэтому вы расскажите все-таки людей, мнение, скажем так, нового человека интересно, поэтому не уходите, а в следующий раз тоже в конце так же выступаете. Да, так что приятно вас слушать, я слушаю с удовольствием, видите, вы говорите, и новые инвесторы. Кстати, вот Леша умолчал, а я же так и сказал, у меня уже брал свою дочку и сына. Сын давно знает Анатолий Эдуардович, ему было 9 лет, когда вот мы впервые там в 2019 году увиделись, а дочка моя, она, скажем так, благодаря мне стала инвестором. И вот, когда мы подошли, вот это вот книги, там Анатолий Эдуардович подписывал книги, которые там люди задавали вопрос, но меня он, скажем так, мне не стал подписывать, потому что у меня и так очень много книг, и в Эмиратах два раза были и так далее. Но мы взяли книгу, у нас тоже был инженер мира, и мы подошли к Анатолию Эдуардовичу, и я при всех сказал, Анатолию Эдуардовичу, это ваш новый, скажем так, новый человек, который поддерживает вашу книгу Кристину, сказал. И тогда сразу все люди сказали, а что, можно им видеть сюда, вот как бы как-то поддержать технологию, все, и вот, в общем-то, две женщины очень активно себя проявили, взяли у меня телефон, потому что Анатолий Эдуардович сказал, что это через фонды, вот обращайтесь к тем людям, которые про это знают. Поэтому, действительно, я согласен с вами, что надо говорить, надо рассказывать, и у меня есть люди даже, которые мы встретили вот с Алексеем в Экотехнопарке, которые знают, что этим занимают, но вы представляете, они опять приехали, ой, мы хотели прокатиться, ой, мы то, ой, мы сё. И вот, наверное, вот эта вот линия, скажем так, рыбака, вот, которая сейчас, ну, уже прошла грузовую, скажем так, сертификацию, да, я думаю, что благодаря, правильно вы говорите, если мы будем привозить людей, они будут видеть собственными глазами, и мы говорим, что мы можем эту технологию поддержать, таким образом мы сможем, действительно, вот, увеличить количество даже тех же людей в Белоруссии, которые даже не знают про это. Вот, поэтому очень здорово, что вы тоже ведете такую работу, да, мы с вами очень так быстро поговорили, потому что мы уезжали с детьми, вы оставались, вот, но, в принципе, идея очень хорошая, поэтому давайте, да, подумаем, что в конце августа еще организовать раз, разок, да, вот, так что приходите, Марина, встречу, через две недели опять будем с вами, скажем так, беседовать, и вы расскажете про свои тоже, ну, и свои люди ваши пусть приходят, да. Хорошо. Спасибо вам за ваш, да, комментарий. Спасибо. Ну, все, заканчиваем, завершаем. Да, да, спасибо всем за внимание, вот, рад был всех видеть, вот, через две недельки опять будем на встрече, кто желает, в частном порядке, тоже можно в частном порядке встречаться, вот, в неформальном, вот, ну, и, да, планировать какие-то выезды, вот, так далее, в принципе, все, все на связи. Вот, ну, все тогда, всем, Марина, спасибо отдельное за выход, Олег, спасибо, вот, всем гостям, Маша, спасибо за внимание, вот, все, до новых встреч. До новых. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok